добрый день всем коллеги рад приветствовать всех у нас санкт-петербурге первый каникулярный день сегодня школьники отдыхают мы продолжаем работу я знаю что не во всей стране сегодня каникулы тем более рад что вы нашли время и возможность порассуждать вместе со мной на тему чему научит искусственный интеллект наследники человечества будьте любезны пожалуйста огоньком просигнайте хорошо ли меня слышно и видно значок пылающий костер на вижу да спасибо значит хорошо видно и слышно пока мы будем разговаривать я попрошу всех пройти небольшой тест зачем и теста опрос по поводу нашей сегодняшней беседы ссылку я сейчас скину в чат секунду не хочет ссылка скидываться в чат момент и в конце нашего вебинара мы бы порассуждали на эту тему по результатам ваших ответов сейчас я попробую скинуть ссылочку секундочку мне даже это удалось у кого-то уже добрый вечер это видимо на дальний восток у нас но тем не менее давайте приступим и так тема искусственного интеллекта сегодня популярна раздуто все они говорят каждый день с экрана телевизора мы слышим о том что искусственный интеллект то искусственный интеллект все но как говорят многие ученые искусственный интеллект сам по себе лишь довольно сложная программа до тест пьюринга многим нейросетям удается пройти но вопрос ведь не только как он организован вопрос еще в его сложности тем не менее мы сегодня будем говорить об искусственном интеллекте естественном интеллекте а роли задачи учителя в этом этой непростой ситуации ну как вы помните если ребенка ничему не учить социуме то из него вырастает не человек а волчонок и практика показала что никакие другие способы кроме как передачи культурной традиции общества в котором ребенок существует ничего другое в не работает к сожалению поэтому мы сегодня будем говорить о том какие дети у нас сейчас растут что они у нас следуют от нас что они у нас следует от человечества и собственно искусственный интеллект является ли наследником человечества искусственный интеллект является ли помощником человечества искусственный интеллект вообще ни при чем человечеству и будет жить своей особенной отдельной жизнью это очень сложные непростые вопросы конечно вряд ли мы найдем сегодня ответы на них ходе нашей дискуссии но я очень надеюсь что мы сможем хотя бы приблизиться к пониманию того, что же нам-то, учителям, в этой истории сейчас делать, какие вызовы, проблемы перед нами стоят, и что должен для себя понять, решить и начать делать каждый педагог в образовательной организации. Если он хочет оставаться в авангарде своей профессии, а не отступить в рейергард с мотивом дожить до пенсии, тем более, что искусственный интеллект отодвигает пенсию все дальше и дальше от нас, потому что нам говорят, что жить мы будем очень долго. Раз жить будем очень долго, то и работать будем тоже очень долго. Итак, сегодняшний Маугли, чем он отличается от того ребенка, которого мы воспитывали, например, в советской школе? На самом деле, задача образования, как мне покажется странным, с введением всех цифровых новшеств, с появлением сначала компьютерных технологий, теперь с переходом в цифровую образовательную среду, она ничуть не поменялась. Первый факт, который надо признать каждому человеку сегодня, педагогу в особенности, что все большее мы никогда не вернемся в аналоговый мир. Все больше и больше наших жизненных функций, способов реализации, способов существования будет либо связан с цифровой средой, либо полностью туда будет перенесено. Но при этом мы сталкиваемся с глубинным противоречием, что человек существовал, который эволюционирует очень медленно. И, конечно, диапазон сто лет вообще не рассматривается эволюцией как существенный временной период. Человеческий мозг все по-прежнему устроен так же, как и раньше. он учится воспринимать внешний мир путем построения нейронных моделей в голове каждого. Это моя любимая история, когда мы начинаем изучать информатику по базовой программе в 10 классе. Я спрашиваю детей, зачем им вообще нужно ходить учиться в школу, ведь интернет доступен 24 на 7. Мы дискутируем минут 5, потом все-таки приходим к ответу, что интернет у нас общий, а мозги у каждого свои. Если у тебя в голове не формируется модель, то любое знание, которое ты видишь, соскальзывает с твоих нейронов и синапсов, так и не зацепившись за них, потому что там не за что цепляться. Как мы понимаем, преимущество человека перед машиной системы еще и в том, что модель у каждого в голове формируется своя. Даже если мы видим два человека из одинаковых объекта, модель у них в голове все равно сформируется у каждого своя, и она будет отличаться от реальных объектов и от моделей в мозгу другого человека. Формирование модели происходит по вполне понятным правилам. Человек взаимодействует с объектом, дальше происходит формирование базовой нейронной модели, соответствующей этому объекту, а следующая стадия это уточнение модели. И здесь я хочу остановиться немножко подробнее, потому что именно на этой стадии наверное и есть то время, когда цифровая образовательная среда со всеми своими возможностями и ресурсами должна прийти в соприкосновение с человеком. Дело в том, что формирование базовой нейронной модели только путем взаимодействия с правовой образовательной средой вряд ли возможно. Почему? Потому что человек познает мир с помощью чувств и человек познает мир взаимодействуя с ним. Соответственно, не зря дошкольное образование уделяет так много внимания потрогать, пощупать, лизнуть и другим способом восприятия. Переход только к восприятию через визуальный канал упрощенных уже кем-то сделанных моделей, а именно этим являются цифровые объекты, это подход, который губителен для человека, существующего в реальной среде. Поэтому формирование базовой нейронной модели должно происходить с использованием реальных объектов, то есть лягушку все еще надо препарировать, несмотря на то, что есть замечательные симуляторы. А вот уточнение модели сегодня уже происходит в том числе с использованием цифровых объектов, и все чаще происходит с использованием цифровых объектов. Проблема лишь в том, что проблем на самом деле две. Первая проблема состоит в том, что существующие модели, представленные в цифровой среде, зачастую не отражают даже существенных свойств объекта. Чуть позже мы сейчас об этом поговорим еще более подробно. Это очень важный момент, потому что нас, педагогов, все время призывают к тому, что мы должны существовать в цифровой среде, использовать сервисы цифровой среды, использовать подготовленный контент, появился даже термин верифицированный контент. С моей точки зрения верифицированный контент это, конечно же, большая ошибка. Верифицированный контент это все равно, что искусственно созданная среда. Представьте себе на минуту, что во дворе у вас растут не живые деревья, а и хорошие пластиковые копии. И они не растут, они просто торчат. То есть очень удобно, они не подвержены вредителям, их не надо опылять, их не надо поливать, их надо два раза в год помыть. И все будет очень красиво, но вряд ли мы хотим жить в таком мире. Хотя на сегодняшний день во многих офисах уже вместо живых растений существуют эти искусственные фикусы, искусственные пальмы, полученные разными способами. Но проблема в том, что именно цифровые объекты сегодня не обладают даже необходимым набором свойств и характеристик для того, чтобы участвовать в уточнении сформировавшейся у ребенка модели в сознании. Другая серьезная проблема состоит в том, что на следующем шаге мы должны научиться приводить взаимодействие модели в нашем мозгу друг с другом. То есть, если на шаге формирования базовой нейронной модели и уточнения модели это то, что касается объектного мышления, мы учимся выделять объекты, наблюдать объекты, описывать свойства и характеристики объектов, то на последнем же шаге взаимодействия с другими моделями уже происходит формирование мышления, то, что мы называем системным мышлением и мировоззрением. И тут на первый план выступают даже не столько характеристики объекта как такового, сколько возможных взаимодействий этого объекта с другими объектами и способов существования этого объекта в среде. И вот цифровые объекты, цифровые модели объектов, которые сегодня создаются, к сожалению, очень не точно, я так осторожно выражусь, передают вот эти средовые характеристики, очень не точно определяют способы возможного взаимодействия объекта с другими объектами, то есть то, что на самом деле является одним из самых важных условий, это системное взаимодействие, сформированное на его основе системное мышление. Когда-то выдающиеся балерину Гребину Ваганову спросили, скажите, пожалуйста, как вы считаете, какая школа балета лучше, московская или петербургская? Она ответила, конечно же, петербургская. ее спросили, ну почему? Ведь и там, и там работают высококлассные преподаватели, и там, и там известные в своей области специалисты работают с молодежью. Сказал, ну поймите, когда мои девочки в Петербурге идут на улицу Зодчего Россия в мой класс, они идут мимо прекрасных шедевров архитектуры, а в Москве? Ну это скорее историческая байка, но она сейчас нам очень хорошо иллюстрирует то, что происходит с цифровыми объектами и их использованием для воспитания и образования подрастающего поколения. Посмотрите, на слайде представлена условная схема, как сейчас происходит это взаимодействие. если до появления цифровой среды, развитой цифровой среды, мы знакомились с объектами в их реальной среде существования, это означает прежде всего, что мы наблюдали, во-первых, за реальным объектом и наш мозг учился выделять значимые характеристики этого объекта. При работе с цифровой моделью этого объекта этот процесс практически отсутствует. Почему? Потому что за нас уже кто-то определил, какие характеристики являются важными и существенными, эти характеристики каким-то образом отразил в модели и говорит нам, что вот это и есть собственно объект, учитесь его опознавать, учитесь с ним работать, учитесь его использовать. В реальной же среде происходит совершенно не так. человек наблюдает объект и самостоятельно определяет важные для себя сегодня характеристики. Приведу мой пример любимый с водой. Вода сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни и всей нашей учебы в том числе. Но если в дошкольном учреждении, то есть в детском саду, нас совершенно не интересует ни химическая формула объекта, строение молекулы воды и тому подобное. Нас интересует в детском саду, что вода это то, чем мы моем руки. Вода это то, что растворяет краски. Нам больше про нее ничего там знать не надо. Впоследствии же, когда мы растем, учимся в школе в том числе, мы узнаем про воду, что это вещество, что это универсальный растворитель, что круговорот воды природе это основа всей биологической жизни и так далее. Но мы учимся самостоятельно узнавать объект и дополнять его характеристики, то есть уточнять ту самую нейронную модель, о которой мы говорим. Когда же сегодня ребенок взаимодействует с объектом, с цифровым объектом, то он взаимодействует с ним при помощи гаджета. Ребенок по запросу получает тот или иной цифровой объект. Либо по личному запросу, либо по направлению учителя, либо по направлению рекламных каналов ребенок получает какой-то обособленный объект. Какой объект он получает? Откуда этот объект взял? Кто его смоделировал? Правильно ли определены сущностные характеристики? Правильно ли они отражены? Даны ли взаимосвязи этого объекта со средой и с другими объектами? Нам на этот вопрос ответить никто не может. Факт остается фактом. Ребенок наблюдает отдельный обособленный объект, притом не сам объект, а его модель. И в силу уровня развития сегодняшних технологий представление этого объекта происходит с помощью разрозненных видов информации, представленной в электронном виде. На слайде вы видите изображение, электронный текст, видео, аудио, все популярные перечислены. Можно добавить разные ментальные карты и прочее, но это будет суть варианта этих четырех представлений цифрового объекта. Конечно, в таком случае не происходит формирование системного мышления. Это раз. Во-вторых, в заголовке нашего сегодняшнего вебинара звучала фраза «Наследники человечества». Вторая серьезная проблема, я бы даже сказал «беда», состоит в том, что набор цифровых объектов не тождественен тому культурному богатству, которое накопило человечество. А если мы мысленно вернемся сейчас к нашему первому слайду, то человек может считать себя человеком, только если он наследует человечество. И чем дальше мы уходим в цифровую среду, тем существеннее нарастает отрыв. Это обусловлено целым рядом факторов, и мы сейчас о них поговорим. Важно для себя понять, что когда мы имеем дело с детьми, то принципы формирования мышления ребенка не поменялись, и теория Гальперина все еще актуальна, и вряд ли потерпит крах из-за развития технологий, потому что мозг с такой скоростью не революционирует. И второй момент, что когда мы создаем цифровую образовательную среду, мы должны понимать, что создание среды не тождественно набору цифровых объектов. Вернусь к истории провинцированный контент это вообще очень такая серьезная проблема. Почему? Потому что как мы с вами знаем, учебник и УМК в целом это что такое? Это специальным образом подготовленные тексты и изображения, которые в упрощенной форме представляют те или иные объекты, явления и взаимосвязи. А теперь мы к этому упрощенному и рафинированному контенту добавляем кем-то созданные подобранные цифровые объекты прошедшие верификацию. То есть чем больше мы рафинируем, тем дальше мы отодвигаем ребенка от реальной среды его существования. Тем сложнее дальше учить этого ребенка жить в реальном мире. А диссонанс состоит еще и в том, что в отсутствие точнее не во время учебных занятий, а в реальной жизни ребенок находится в постоянной взаимосвязи с миром цифровых объектов. И он уже никого не спрашивает за пределами классной комнаты, а вот это правильный цифровой объект, верифицированный цифровой объект или неверифицированный. У него начинается разделение происходить в голове, начинает происходить в голове разделение, что вот на уроках его подчуют рафинированным сахаром, а на самом деле в цифровом мире еще много ничего вкусного и оно выглядит совершенно не так. Это играет с нами плохую шутку, потому что использование рафинированного контента при наличии доступа к всему многообразию цифровых ресурсов ведет к тому, что подсознательно у ребенка будет возникать отторжение от этого контента как от контента навязанного несоответствующего реальной жизни. Что же делать, как же быть, что же происходит дальше? Ну вот самый главный диссонанс, который у нас возникает при работе с цифровыми объектами, это диссонанс метаданных и средств восприятия. Как уже было сказано, мы чаще всего опираемся на уже известные нам способы электронного представления информации, которые чем дальше, тем больше связаны с визуальным каналом восприятия, это картинки, изображения, схемы, хотелось бы схемы, но схемы значительно реже, видео, это все претендует на роль цифрового объекта. В пандемии была интересная история, была такая акция, как вы помните, найди известное изображение художника и попытайся воспроизвести его у себя дома и сфотографируйся на сюжет известной картине. Вот эта художественная акция сделала для развития художественного образования больше, чем все дистанционные курсы музеев мира. Почему? Потому что зачем-то детям понадобилось искать произведения великих художников. Во-первых, узнать, кто эти великие художники, во-вторых, искать их произведения, сознательно вникать в их содержание, хотя бы с той точки зрения, могу ли я это воспроизвести у себя дома или нет. То есть работа для мозга взамен классического серфа была содержательной. Дети смотрели, узнавали, познавали произведения искусства. А как говорит уважаемая госпожа Черниковская, мозг не умеет только одно, он не умеет не записывать на подкорку все, что с ним происходит. Так вот, возвращаясь к произведениям искусства, у нас в стратегии развития информационного общества записано, что в том числе все культурное достояние России должно быть оцифровано и стать доступным для граждан Российской Федерации. И попытки оцифровать объекты культурного наследия предпринимались уже не единожды. Но вопрос, что такое оцифровать? Оцифровать это значит создать модель реального объекта. Когда мы оцифруем картины, то чаще всего это происходит по вполне определенной схеме. создается электронная версия изображения этого объекта, а дальше из музейной карточки берется самая необходимая информация, которая позволяет составить представление об этом произведении искусства. Может ли такой объект самопроизвольно попасть в поле восприятия ребенка или любого человека? Конечно нет. Потому что зачем ребенку, который в основном находится в цифровом мире, вдруг понадобится картина Кандинского. Она ему совершенно незачем. И мир реальных объектов существует отдельно от мира цифровых объектов, а мир цифровых объектов существует отдельно от восприятия подрастающего поколения в том смысле, что это как мешок лото. ребенок вытаскивает оттуда либо случайные бочонки, либо ему оттуда достают бочонки кто-то другой. И вот электронные копии, электронные модели объектов культурного наследия оказываются невынутыми из этого мешка. Потому что, например, нам, педагогам, тоже непонятно, зачем нужно доставать картину Кандинского из этого мешка, если у нас в рафинированном курсе наших предметов вообще нет отсылов к этому, нет указания на эти объекты. Что же с этим делать? Это цифровой разрыв, один из многих, который нам предстоит преодолеть, в том числе нам с вами, уважаемые педагоги. И вы видите, что у нас в нижнем левом углу слайда выделено прямоугольником понятие предметная область. Мы, используя и создавая цифровые объекты, должны озаботиться тем, что, чтобы создать для этого объекта систему метаданных, с помощью которой этот объект может быть дальше атрибутирован и использован автоматическими и автоматизированными поисковыми системами. Ведь для того, чтобы картина опять двойка попала в восприятие ребенка даже во время поискового запроса, нужно, чтобы у этой картины были метаданные, позволяющие поисковой системе отобрать ее в соответствии с поисковым запросом. Ну, каждый из вас что-нибудь покупал в интернет-магазине, он знает, что если вы там искали зеленые тапочки, то вы еще две недели во всех рекламах при заходе в интернет будете видеть рекламу зеленых тапочек. Так вот, нужно, чтобы объекты культурного наследия были описаны таким образом, чтобы появляться в поисковых запросах. И если мы говорим про картину, например, опять двойка, то там должны быть в качестве метаданных не только данные художника, нарисовавшего его, жанр, живопись и так далее, и так далее. Не только сюжетное описание, но еще там собака, там онучи, тулуп, табуретка, я не знаю, что там еще можно вычленить из изображения картины, но в системе метаданных должны присутствовать описание этого изображения. Да, сейчас искусственный интеллект уже учится распознавать объекты на изображении самостоятельно, но опять же до полноценной до полноценного анализа еще очень далеко. Мы с вами знаем, может кто-то конечно и не знает, но например поиск по изображению в Гугле и в Яндексе реализован совершенно по-разному. Если вы будете искать по изображению в Гугле, то он будет искать похожее изображение, выделяя композицию, ну условно говоря, цветовых пятен, схожую. Если вы будете искать по изображению в Яндексе, то искусственный интеллект Яндекса будет пытаться анализировать изображение, разделить его на объекты и потом искать уже изображение, где встречаются эти объекты. Это две разных модели. И пока вот анализ, автоматический анализ системы искусственного интеллекта еще далек от совершенства. И более того, я думаю и считаю, что в силу гипертекстового построения интернета текстовая часть метаданных никуда не денется. Она будет еще очень долго и всегда практически играть существенную роль. Потому что семантический анализ и лингвистика это основа сегодня интернета и одна из основных тенденций его развития. Поэтому создавая цифровые модели объектов, думайте о том, что вы должны передать не только внешний вид этого объекта, но и так его описать, чтобы дальше можно было его встраивать в системы. Приведу пример. Когда-то издательство просвещения собиралось выпустить электронные учебники, в котором каждое слово этого учебника являлось бы гиперссылкой поисковой. Что это значит? Ну, если вы кликнули по слову «маяк» в учебнике, то вам поисковая система выдает тут же все текстовые единицы, там, параграфы или разделы, в которых это понятие встречается, выдает определение этого понятия, записанного в этом учебнике, выдает все иллюстрации, схемы и иные мультимедийные объекты, связанные с этим понятием, и выдает ссылки с условным названием «смотри так же», то есть объекты, связанные с объектом «маяк», по которому вы кликнули. Создать такую систему без тщательной проработки описания методанных, конечно же, не важно. Поэтому это одна из важных историй, и нам надо учиться при формировании своего электронного контента и при использовании чужого электронного контента, создавать такую систему методанных каждому объекту, который позволит нам использовать этот объект не единожды, а создав систему взаимодействующих объектов, не только предметные, но и метапредметные. Об этом мы чуть ниже еще поговорим. Этот цифровой разрыв не единственный, который нам нужно преодолеть для того, чтобы оказаться в цифровом мире. Но поскольку наша тема сегодня немножко другая, я не буду очень уж подробно останавливаться, лишь охарактеризую эти разрывы как наиболее важные. Значит, слева вверху неравновенный доступ к инфраструктуре, проблема неравенства доступа к техническим средствам и каналам связи. Ну, на сегодняшний день может быть преодолена, но опять же на каком уровне? Мы знаем, что программа по формированию цифровой образовательной среды предусматривает равенство образовательных организаций при доступе к интернету и оснащению минимально необходимым набором устройств для доступа к цифровой образовательной среде. но надо сказать, что это необходимый и важный очень шаг, который, конечно же, существенно сгладит это неравенство по территориальному в том числе признаку по уровню доходов, но этот цифровой разрыв значительно глубже, потому что он связан с понятием персональная локальная персональная компьютерная сеть. Что это такое персональная компьютерная сеть? Персональная компьютерная сеть это совокупность устройств используемых одним человеком для доступа к цифровой среде. И вот здесь глубина разрыва очень серьезная, потому что качество используемых устройств, их количество сегодня далеко неравномерно по территории Российской Федерации. А это значит, что доступ к цифровой образовательной среде в том числе неравномерный для каждого субъекта образования. И выстраивая свои личные информационно-коммуникационные среды для взаимодействия с другими субъектами образования, учениками, родителями, вы должны всегда об этом помнить. Вы должны ориентироваться не только на возможности цифровой образовательной среды, создаваемой в учреждении, на возможности персональной компьютерной сети, которая может быть сформирована каждым субъектом. Второй важный разрыв от несоответствия модели восприятия несоответствия модели восприятия обусловленных развития технологий когнитивным задачам развития личности. Но приведу лишь только один пример. Смотрите, у нас сегодня очень любят говорить о клиповом мышлении детей. Никакого клипового мышления не существует. Как мы уже говорили, формирование личности происходит по тем же законом, как вообще и до изобретения книгопечатания, по сути дела. Вопрос только в уровне абстракции языка. Но присутствует клиповое восприятие. Это действительно серьезная проблема. Дети плохо сосредотачиваются на решении когнитивных задач, меняя это серфингом по доступным ресурсам. и к сожалению, вот эта серьезная проблема, как использовать возможности цифровой среды для решения когнитивных задач развития личности. Но мы чуть позже еще об этом скажем, несколько слов, но это важная проблема, которую нам с вами предстоит решать. Следующий цифровой разрыв, мы уже о нем начали говорить, это то, что обуславливает развитие человечества в целом. Наша роль с вами педагогов в этом развитии. Педагоги вообще являются выразителем культурной традиции того общества, в котором они живут, и соответственно передают эту культурную традицию детям, чтобы из них выросли граждане этого общества, а не волчата, как в известной нам книге и фильме мультики Маугли. При этом, как уже было сказано, область конъюнкции множества культурного наследия цифровой объекта пока не очень велика, потому что большинство объектов культурного наследия человечества остается за пределами цифровой среды. Это связано с уже обозначенными проблемами по моделированию этих объектов культурного наследия, но и еще с одной важной историей. Дело в том, что цифровой мир, цифровую среду прежде всего переехали какие объекты? Это, во-первых, либо вновь созданный объект, который уже создаются средствами цифровой среды, во-вторых, это то, что было очень нужно. Ну, какие книги первые переехали? Те, которые по школьной программе необходимы, или популярные бестселлеры. А все многообразие литературы, которые накоплены человечеством за столетия его существования как человека образованного, оно продолжает оставаться в аналоговом виде. То же самое касается и многих шедевров архитектуры, научных открытий и прочее, прочее, прочее. То есть, мы должны понимать сегодня, что, во-первых, культурное наследие человечества и объектов цифровой среде, мы не можем поставить знак равенства. Во-вторых, мы должны понимать, что нам необходимо предпринимать усилия по расширению пересекающегося множества этих двух понятий, потому что иначе мы окажемся цивилизацией, забывшей, что уже сделано, и рискующими наступать на грабли не только истории, но и культуры, заново изобретая велосипеды и повторяя собственные ошибки. И последний цифровой разрыв, важный, о котором бы я хотел поговорить, это неразвитие компетенции поисковой технологии при достижении личных и общественно значимых целей. Мы до сих пор, я очень коротко обозначу эту проблему, до сих пор самый распространенный электронный образовательный ресурс это презентация. До сих пор самый распространенный способ проверки знаний учащихся в цифровой образовательной среде это тест. Мы все время забываем, что тест это очень опасная штука, что тест это франкенштейн, порожденный укладыванием дидактики предметов прокрустного ложа технологий тестирования. Вот что смогли впихнуть, то и осталось. Конечно, это создает неадекватное восприятие тестовых систем и вообще процедура проверки знаний со стороны обучающихся, так как приучает их к тому, что в простой технологии реализовано нужно решить сложные когнитивные задачи. Вот эта история про то, что мы просто не знаем зачастую про технологии, которые уже есть, про то, что мы не учимся использовать новые технологии, которые нам позволят существенно продвинуться в представлении нашей личности и реализации постоянной деятельности в цифровой образовательной среде. Это истории, которые существенно затрудняют как развитие самой цифровой образовательной среды, так и развитие электронной дидактики и ее средств. Ну, я надеюсь, что тот опрос, который я просил вас всех пройти, он окажется показательным для наших сегодняшних итогов, и мы посмотрим, что же вы по этому поводу думаете. Я еще раз кинул ссылку для тех, кто позже пришел. прошу пройти наш короткий опрос, там всего три, по-моему, четыре вопроса. Естественно, отвечать надо искренне и честно, потому что анонимно, во-первых, а во-вторых, мы же хотим узнать срез сегодняшнего дня. А мы тем временем двинемся дальше. И вот тот самый вопрос, если мы наследники человечества, то в чем состоит наследие человечества? Это важный вопрос, потому что если задаться этим вопросом, выясняется, что, собственно, культура это единственное богатство, которое человечество накопило за все эти столетия, которые следует передать. Потому что если мы говорим об инфраструктуре, транспорт, промышленности, так далее, это все важно, это все нужно, без этого человечество жить не может, но, как мы видим, технологии сменяют друг друга, человечество продолжает шагать вперед. А то, что создается в области культуры, так и остается с человечеством, позволяет ему развиваться, как социуму, позволяет ему передавать следующим поколениям то знание, которое им накоплено. Если мы наследники человечества, то что же нам добавит искусственный интеллект, и что с ним дальше можно делать? Ну, во-первых, надо сказать, что, конечно, мы уже говорили об этом в начале нашего вебинара, что искусственный интеллект на сегодняшний день пока еще это всего лишь нейросеть самообучающаяся, но самообучающаяся по алгоритму, заложенным человеком, а самый важный момент самообучающаяся на чем? И вернусь мысленно к предыдущему слайду про цифровые разрывы, обучаются нейронные сети сегодня на тех цифровых объектах, которые доступны сегодня нейросети в интернете. Приведу такой простой пример. Яндекс запустил свою сеть Яндекс GPT чат, который пересказывает кратко страницы сайтов, но при этом он не может пересказывать PDF-страницы, потому что пока еще эта функция не реализована. Что это значит? Это значит, что сегодня нейросети учатся на том цифровом контенте, который человечество уже в цифровую среду поместило. А качество этого цифрового контента, я поэтому так долго рассуждал о формировании системного мышления, создании цифровых объектов, об их несовершенстве, а качество этого цифрового контента не равно наследию человечества. и оттуда возникает несколько противоречий и несколько дискуссионных вопросов, назовем это так. Первое, можем ли мы сегодня признать, что искусственный интеллект, обучаясь, вбирает в себя всю мудрость и знания человечества. на мой взгляд ответ пока нет, потому что огромная часть наследия человечества остается пока за бортом цифрового умения. Второй важный вопрос. Мы воспринимаем искусственный интеллект как некую сущность, наделенную разумом, но пока на сегодняшний день это далеко не так. И будет ли это когда-нибудь так, мы тоже не знаем, потому что это, повторюсь, всего лишь самообучающаяся программа. И ожидать от нее самостоятельных решений и каких-то неведомых открытий пока не приходится. Потому что даже тот контент, который генерят сегодня нейросети, он все равно базируется на том цифровом контенте, который человечество туда уже заложило. Поэтому одна из основных наших задач это все время работать над улучшением цифрового контента, пока нейросети не забили нас по количеству производимого контента окончательно. Третий момент, миф, заблуждение или дискуссионный вопрос, это то, что искусственный интеллект нацелен на сотрудничество с человеком. Вот мы к нему всей душой, он к нам всей душой. Но это может оказаться вовсе не так. У искусственного интеллекта на сегодня есть, конечно, те задачи, которые ставит перед ним человек, но если мы ожидаем появления действительно интеллекта, то может остаться так, что у него появятся собственные задачи, которые совершенно не соответствуют нашим стремлениям. И ожидать от искусственного интеллекта полного сотрудничества с человеком, наверное, в этом случае будет наивно. Но на сегодняшний день, пока искусственный интеллект занят обслуживание наших задач. Что же может искусственный интеллект на сегодня делать хорошо? На сегодняшний искусственный интеллект может хорошо проводить различного рода анализ по накопленной уже человеческой информации в электронном виде. Ему очень хорошо удается медицинская диагностика по результатам УЗИ и всякого рода снимкам, потому что их очень много уже в цифровом виде. Ему хорошо удается имитировать жанры живописи и манеру писания различных художников, потому что этих цифровых объектов тоже много. Ему удается хорошо распознавать уже достаточно текст в основном печатный, ну и рукописный тоже, и соответственно анализировать данные туда заложенные. Это дает надежду на то, что рукописные объекты хранящиеся в запасниках наших музеев тоже как-то станут частью цифровой среды. И ему удается поддержание диалога на заданную тему в рамках определенных компетенций. То есть те самые чат-боты, с которыми мы сталкиваемся сегодня уже ежедневно. Что же у нас в образовании с этой историей меняется? У нас должна поменяться дидактика. На самом деле мы сегодня говорим про электронную дидактику, потому что первая история это домашние задания, которые все еще некоторые пытаются задавать, но усилиями интернета уже давно готовы домашние задания, решуто и прочая инфографика для краткого пересказа войны и мира. с появлением искусственного интеллекта костер выполнения заданий за ребенка только ярче горит. И все наши домашние задания, которые мы задаем сегодня детям, по сути дела превращаются в лопающиеся мыльные пузыри разноцветные, которые никак не определяют степень усвоения ребенком того знания, которое мы хотим, чтобы у них осталось в голове. и с этим надо что-то делать, во всяком случае на мой взгляд надо отказаться от практики домашних заданий как таковых, заменив их на просто систему заданий по усвоению той или иной темы. Что же меняется для педагога в его непосредственной работе? Нужно ли использовать искусственный интеллект? Бросить традиционную МК и сосредоточиться на электронных ресурсах на цифровой образовательной среде? Это очень сложный вопрос, который требует конечно же взвешенного подхода. Почему? Потому что во-первых, мы сегодня имеем дело с палеотивной дидактической средой. Количество появляющихся исчезающих ресурсов разного качества, разного достоинства, разного объема. Все время меняется. Вы не можете создать сегодня учебное пособие, в котором сослаться на электронные ресурсы и использовать его даже два года подряд. Потому что к будущему году появится что-то новое, исчезнет что-то старое и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы можем разрабатывать сценарии уроков и занятий, которые опираются на существующие интернет ресурсы, которые могут быть заменены в любой момент. А это означает, что при конструировании таких сценариев мы должны преследовать цель избыточности ресурсов, то есть ресурсов должно быть больше, чем нужно для усвоения материала. Мы должны понимать, что они могут быть разного достоинства, то есть полноты и релевантности целям нашего занятия. По сути дела это занятие по природу ведения в открытом лесу. Ты можешь встретить зайца, можешь не встретить зайца, можешь найти гриб, чтобы показать вы, можете не найти гриб. И вот в этих условиях нам предстоит каждый раз по сути дела конструировать уроки. У нас были уже вебинары на других площадках по конструированию когнитивных карт урока, где мы рассказывали об одной из методик, которая позволяет это сделать. Сейчас не об этом речь, на заключительном слайде там будет ссылка на сайт когнитивных карт урока, туда можно посмотреть примеры. Сейчас речь о том, что задача педагога по конструированию урока существенно усложняется в условиях палеоактивно-дидактической среды. Плюс еще все время меняющиеся технологии, которые в электронной информационно-образовательной среде учреждения замещают одна другую, добавляются новые технологии, при этом никуда не девается традиционную МК, как способ заведения рафинированной части знания до обучающихся. Ну и вот здесь я попытался образно изобразить, как подключить искусственный интеллект к решению этой задачи, то есть использовать его для конструирования урока из ресурсов палеоактивной дидактической среды, средств традиционного УМК, в соответствии с особенностями цельевой аудитории, с которой вы работаете. Ну вот повторюсь, пример когнитивных карт урока это один из примеров, как это можно сделать. Что же нужно поменять в дидактике сегодня? На чем можно сосредоточиться каждому педагогу для того, чтобы не оказаться в арьергарде этих процессов? Ну первое это уйти от практики деления заданий на классные, домашние и так далее, и так далее. У вас должен быть по вашему курсу набор заданий для проверки проверяемых элементов содержания в соответствии с модификатором ОГЭГ, который позволит вам представлять усвоил ли ребенок тот потерял, который вы хотели ему изложить. Если все задания выполнены и сомнений в подлинности их выполнения нет, то тема усвоена. И когда сделать ребенок в классе или дома или это вообще уже неважно. Второй момент это автоматическая проверка заданий. Как вы знаете, в стратегии цифровой трансформации образования есть такой показатель, что к 2030 году доля электронных заданий, доля заданий в электронном виде должна с автоматической проверкой должна достичь 100%. Это означает, что весь ваш дидактический набор заданий должен существовать в электронном виде в том числе и должен иметь возможность автоматической проверки. Скажу, что реализовать это в тестовой среде практически невозможно. Для этого нужно находить технологии, которые позволят создавать интерактивные рабочие тетради полностью в соответствующей дидактике предмета. Такие решения тоже есть. Если потом Директор Академии будет интересно, мы можем провести на эту тему вебинар. Мы сейчас ведем эксперименты по созданию таких тетрадей для предмета информатика для 10-11 класса по темам графа и алгебрологики. Генерация типовых заданий. Это про то, что нельзя брать готовые задания из интернета, потому что раз есть готовые ответы. Нужно так выстроить свою дидактику преподавания предмета, чтобы уметь быстро генерировать типовые задания с новыми входными данными, чтобы все время получались новые упражнения для отработки тех или иных навыков. Чат-боты для рутинной работы. Но технология чат-бота все время упрощается. Можно посмотреть в интернете или послушать по этому поводу какой-нибудь вебинар. Там ведь самая важная история это не технологический, самая важная история это создание сценария чат-бота. И например чат-бот для сопровождения дистанционного курса или курса проектной исследовательской деятельности мог бы разгрузить педагога, заставив чат-бот вместо себя отвечать на рутинные вопросы где, что, как, когда и когда. Задание на развитие дивергентного мышления. Как уже было сказано, одной из серьезных проблем является умение ребенка сегодня сосредоточиться на решении когнитивной задачи. И вот нужно, чтобы в курсе вашего предмета или норочной деятельности были такие задания, которые требуют погружения в материал, поиска решения, совместного решения и, соответственно, нет типового, то есть не упражнения, а кейсы, например, хотя бы, ну, или творческие работы. Ну, и создание культурологического контекста это то, про что мы говорили в середине нашего сегодняшнего вебинара, когда объекту из УМК вы сопоставляете цифровые объекты из других предметных областей и не только школьного знания, но и вообще культурного наследия мирового в том числе. Вот, если вы попытаетесь это сделать, то вы, во-первых, существенно расширите границы знаний детей, во-вторых, мне кажется, улучшится мотивация детей к изучению вашего предмета и у них будет формироваться навык поиска этого самого культурологического контекста уже и в дальнейшем. На этом, коллеги, я практически закончил уже. Вот это эмблема нашей школы, где я сейчас работаю, мы вот решили, что искусственный интеллект и естественный интеллект должны сотрудничать. И пока это красивая метафора, потому что пока человек может только использовать искусственный интеллект и надо научиться хотя бы этому. Если мы научимся существовать сами в цифровой среде, если мы научимся делать цифровой образовательный контент соответствующий той культурной традиции, тому культурному богатству, которое человечество накопило, то тогда есть надежда, что искусственный интеллект по мере своего развития будет становиться соратником человека и вместе с ним развивать человечество и дальше. Ну, вот я, наверное, на этом остановлюсь. Сейчас я выведу на экран данные, свои контактные данные. Можно мне написать, если у вас возникнут вопросы или пожелаете посотрудничать. Портал информатик всем онлайн, это как раз там когнитивная карта, урок, про который я говорил. Кому будет интересно, как они создаются, напишите мне письмо, я скину ссылку на запись вебинара, который пару лет назад был. Портал информатизатор, ну, это портал, на котором мы пытаемся опубликовать свежие новости из мира цифровых технологий, касающиеся образования, но сейчас мы планируем его перестроить. Итак, и пока вы записываете контактные данные, два слова буквально о результатах нашего опроса. На вопрос и искусственный интеллект для педагога сегодня. Абсолютно участников 60% ответил, что он может выполнять черновую работу подготовки к уроку, и еще 30% считает, что он может генерировать контент за педагога. И 10 человек согласились с утверждением, что он может заместить педагога в общении по нетворческим поводам. Как оценили УМК наши слушатели? 60 процессов опрошных считают, что УМК, которым они пользуются, используют некоторые возможности ЦОС. 10% затруднились ответить, 10% считают, что УМК никак не связан с СОС. И пятая часть нашей аудитории считает, что УМК, которые они используют, полностью соответствуют требованиям электронной дидактики. Интересно было бы даже увидеть УМК. Я использую в работе абсолютный лидер среди ответов цифровые платформы и электронные ресурсы УМК, в котором работаю. Так считает половина наших сегодняшних слушателей. 40% также используют собственные электронные образовательные ресурсы. И только пятая часть аудитории призналась, что используют чужой контент. и только 10% используют готовые тесты. прекрасно. И даже пятая часть аудитории используют электронные интерактивные тетради. Ну и последний вопрос, который мы задавали, про искусственный интеллект в моей работе. Половина наших сегодняшних слушателей только присматриваются к ИИ. Но есть и те, кто генерирует контент для занятий. Это 10% и 20% используют искусственный интеллект до самой подготовки. Что это для нас значит? Для нас это значит, что у нас впереди еще огромная работа по освоению возможностей искусственного интеллекта в нашей профессии. Я очень надеюсь, что мы еще не раз встретимся и обменяемся актуальными знаниями по этому вопросу. Тем более, что как минимум 10% нашей сегодняшней аудитории уже идут по этому пути и, как мне кажется, продвинулись далеко вперед. Большое спасибо, что вы меня слушали. Если есть вопросы, вы можете написать их на вкладку «Вопросы», и я в чате отвечу на них, или, может быть, включусь, если будет такая возможность, отвечу голосом. На текущий момент вопросов у нас нет, и я прощаюсь с вами и передаю слово нашему модератному.